Мы в эфире не включаем фонарики. Да, мы сейчас начнём сразу с убойной красоты, потом перейдём на ту. Нам более спокойно. Да, мы уже в эфире. Всем привет! Да, здорово, Селен. Мы вообще обещали первую Саше показать. Саша, ты где там спряталась? Я на сладенькой просто. На сладенькой, Саша ещё чая не пила. Я просто на сладенькой. Лен, а ты выпила чаю? Здрасте всем. Мы просто собираемся их немножко напоить чаю. Просто поздно к тему подошли, девочки. Поэтому немножко опоздали. Давно мы не встречались. Я немножко хочу рассказать про... Сейчас я на них перейду. Они здесь чаю пьют. Я хочу немножко... Вы пейте, пейте! Чтобы росли с сахаром. Мы просто... Мы получили на днях убойную коробку. Сами не знаем, как мы её продадим. Мы получили огромную коробку с Великобритании. Это, в принципе, предзаказ нашей самой Англии на модели Кюрвикейт из Кантелия. Я в двух словах расскажу, пока девчонки пьют чай. Дело в том, что вообще три кита наших продаж. Это Панаж, это Скантилист Кюрвикейт и это Несса. Просто каждый отличается своим почерком. И мы даже знаем, на ком что мерить. Вот, например, на Лене. Вот. У неё только заходится эротическая далее. Она даже сейчас пыталась напялить на себя 80D, но не зашло у неё. Вот. Саша у нас поскромнее. Кстати, это вон та красотка, которая взорвала наш Инстаграм и мой личный профиль тоже. Вот. И как бы это. Поэтому, что я хочу сказать. Это три кита наших продаж. Чем отличается марка Кюрвикейт и Скантили от других? Во-первых, это первая марка... Ксения, может, Стелл, может, поддержишь меня? Так вот. Вот так. А я посижу, поговорю. Ага. Держу. Во-первых, Скантили... Можно мы подать? Может, нечем мою борщин сливать? Вот. Во-первых, Скантили и Кюрвикейт... Это первая... Скантили... Это первая марка, которая рискнула создать эротическую сексуальную линейку пелья на пышных женщин. До этого никто не решался. До этого все считали, что сексуальными могут быть только девушки среднего либо худосочного телосложения. И в конце 80-х годов марка Кюрвикейт, это концерт Кюрвикейт, и на ней строится... Как бы вся марка, то есть изготавливается Скантили, подразделение от Кюрвикейт. Впервые запустила эту линейку. Вы, наверное, видели самые такие у нас продвинутые девочки, которые хорошо знают эту марку. Они видели в интернете рекламные кампании. Там настолько пышные дамы рекламируют... Не слышно, пишут. Не слышно? Там настолько пышные дамы рекламируют эротику, что получается, то, что стеснялись мы показать женщин, животиками, с кузом, с солюлитом, они это реально демонстрируют, они демонстрируют сексуальное белье именно на полных женщинах. И эта марка взорвала, в принципе, весь мир нижнего белья, запустила в 90-е годы эту линейку. И, в принципе, я не могу сказать, что там очень много моделей, которые вау, как там будут нравиться всем пышным, там, полненьким женщинам и так далее. Есть определенные модели, Сурендер, Нокаут, Красный, Золотой. Покажите мне, девчонки, это самое... Тут вот Марина Сурменова и Серовал отправили запрос на участие в вашем прямом эфире. А вот, а я не знаю, как... Нет, не надо. Не знаю, я так. Да, вот. Поэтому я хочу сказать, что смелая марка, смелая марка, и вы не просто получаете ротик, как сейчас. Подойди сюда, Лен. Вот, вы не просто получаете эротическое белье, вы получаете белье эротическое, но с хорошей поддержкой. То есть, красота не идет в ущерб поддержке. Даже сейчас, когда мы мерили белье, мы понимали, что, да, это красота, но эта красота не идет в ущерб поддержке. Если только мы начинаем замерять, и мы видим, что модель не подходит, либо поддержка не та, там, в том или ином размере. Вот, например, на такое, как Лена, ну да, у нее достаточно пышная грудь при маленьком объеме, вот, и не все садится. То есть, даже из тех 10-8 моделей, которые отшиваются постоянно из года в год в разных цветах, вот, каждому свое. В этом-то вся суть, что чем пышнее женщина, тем сложнее подобрать ей белье. И тем сложнее подобрать ей эротическое белье. Но, потихоньку, Марка Скантили справляется с этой задачей. Вот мы получили новую поставочку образа, модель называется. Это эротическая половинчатая чашка. Вот, а мы допускаем вот такой немножко перегиб, потому что, ну, пышная у нас, Лена, ну, как бы, вот сейчас мы пытались на нее одеть порядка 8 моделей. Но, наверное, у нас из 8 подошло аж в силу 4 модели. Вот, этим и отвечается профессиональный подбор от обычных магазинов. То есть, мы придираемся к каждому миллиметру, но допускаем вот такой немножко перегиб. Во-первых, чашка будет немножко расширяться. Она состоит у нас из такой вот мягкой, да, мягкого поролона, но тоненький поролон. Вот, и состоит из трех частей. Я так думаю, по стилю Лена, твою, да, прям? Да, вот, однозначно. Вот эта штучка впереди, я показывала вчера. Нижняя часть. Да, нижняя часть, она расстегивается. Вот, если ты хочешь наполовину раздеться вечером, ты таким образом начинаешь облазнять. Вот, потом это все застегивается, вот, и юбки превращаются в брюки. Вот, здесь регулируемый по полной длине бритей золотой фурнитуры. Ну, это дополнительно добавляется всякая красота для того, чтобы радовало, в принципе, не мужской глаз, а конкретно ваш глаз. Вот, вы поймите, что белье вы покупаете для себя, а без белья вы прекрасно для мужчин. Я так думаю, это основной, поэтому не загоняйтесь по белью в этом случае. Ну, вот, бритей, который не регулируется до конца, то есть не имеет ограничителей, они очень удобны для женщин с маленьким ростом. Вот, обратите внимание, когда меряете, вот это, в принципе, идеальная модель, она села. Не обращайте внимания на это, все это, все будет растягиваться при таком объеме груди, потому что идет большая нагрузка на пояс, на пояс бюстгальтера, в связи с тем, что очень большая грудь. Ир, мне Unlash достаньте, и Intoxicate, я по размерам там тоже скажу. Вот, так что мы рекомендуем эту чашку на пышную грудь, она у нас пришла во всех размерах. Дело в том, что, почему такая большая поставка, потому что мы 5 позиций заказали в полном размерном ряде. Да, этот риск для нас, для Саратова, заказывают по 50 штук в одной модели, но и все по одной штуке. Поэтому торопитесь, самый годовой размер, например, там в красном Lifestyle уже там проданы. Вот, мы не можем себе позволить пока заказывать по 2, по 3 штуки, потому что мы заказываем по 50 штук в одной модели. Вот, так что это у нас эротика в разом, но имейте в виду, есть такая отличительная особенность у скантеля, что очень хорошо это видео заходит на каждый день. То есть вы одеваете его с утра, а вечером вы красотка, но с утра у вас ничего не жмет, нигде ничего не колет, кружево все достаточно хорошее. Плохое качество видео, говорят. Вот, и, да, я сейчас посмотрю, что там плохое. Да нет, у нас все нормально, может, у вас интернет. Вот. Меня, я буду про Сашу рассказывать. Одевай, что у тебя следующее. Девушка, мне нужно старое. Вот. У нас еще есть наподобие чашечка, она сейчас идет со скидкой 50%. Вот, остались размеры маленькие. Ксения, можешь не подготовить размеры? Амлэш. Скантелей, кировый кейт? Нет, это амлэш. Это практически такая же чашечка. Вот, она... Иди сюда. Все, уже можно? Показывать. Сейчас я подождите, а то я после работы еще не готова. Нет, ты можешь так прийти, так выйти, да. Я пока расскажу, так, просто стихнись. Вот, здесь практически тоже самая чашка, но здесь еще ниже она расположена. Вот, поэтому примеряйте прямо на границе соска. Но это еще эротичнее. Но тут остались, конечно... Амлэш? Грудь при наклоне, не выпадает вопрос. 65 ДД, 85 Е. 65 Е, 80 Д, да. 80 Е, 70 Е, 75 Е. 80 Е, 70 Е, 75 Е. Вопрос. Грудь при наклоне не выпадает? Предыдущий, наверное. Ну, опять-таки, во-первых, это эротическая линейка. Вот. Если вы одеваете ее на каждый день и хотите, в принципе, одевать ее в течение дня, там, не только вечером, то тогда покупайте на пол размера больше. Вот это рекомендация. И смотрите, чтобы вот этот, как бы, край был где-то на полсантиметра выше вашего соска. Вот. Иди, покажу теперь тебя. Вот она, наша красотка. Вот. И это тоже у нас... У нас тапочка, да, интексикей. Это тоже вот то, что я говорила про скантилип. В принципе, первая марка, которая на самом деле отшивала такую красоту, не в ущерб поддержке груди, на уникальные размеры. Вот можно на манекене, да, показать? На манекене покажется. Угу. Да, кстати, у нас Лена купила его, и мы фотографировали Лену на ней. Конечно, мы сейчас не будем, да? Егор Ленного размера нет, а на Сашу он не садится. Вот, Саша. В принципе, знакомьтесь, это Александра. Что хочется сказать? Дело в том, что, во-первых, фигура уникальная. Александр, вопрос тут. Александра. Александра, да. Саша. Я тебя зову, мы по нику в инстаграме. Вот. Вы репланируете, говорите по нику. Сейчас подписчиков себе. Да, может, Саша хочет стать блогером, не знаю. Мы тебя репланируем. Вот. Она в инстаграме Саша Факуша. Дело в том, что мы случайно познакомились. Саша нас обозначила, то есть отметила в своем посте, когда она была в Доминикане, в нашем купальнике ЦЛО. Вот. Ну, что я хочу сказать про эту девушку. Во-первых, тут все натуральное. Вот. У меня просто были вопросы, запросы в Директе по поводу груди. Во-вторых, честно скажу, что, девочки, если вы идете на пластику, никогда не делайте себе такой размер. Но это реально... Когда она от природы, грудь другая. И когда эта грудь от природы, естественно, как бы тут уже ничего не поделаешь. Это красота, это божий дар вообще. Мне одна фотограф личико написала, говорит, что ты не говоришь, что она не занимается спортом и не занимается ПП. Я говорю, что спортом не занимается, а насчет ПП я не знаю. Ты сидишь на диете? Нет. Не сидишь на диете. Вот. То есть это реально генетика. Ведьма. Поближе чуть-чуть. Поближе. Да, чтобы вместе. Да, поэтому что хочешь сказать? Да. У нас, в принципе, одна у нас такая, да, Ир? С таким размером. Пока. Ну, с такой пропорцией, с там пудышной спиной, где все задирается даже в 65-м объеме. Вот. И с такой грудью. То есть ее размер... А, не буду... Шестер. Не говори, Лёня. Я не могу говорить. Я не буду говорить. Я буду проводить серию ликбезов-постов по поводу... Определить... По поводу того, чтобы вы визуально тоже могли определять размер. Потому что сегодня, значит, выиграла девушка приз до 1000 рублей. Но там даже наши клиентки, которые сами носят 75F, G, там... Они реально называли такие на линэк-посты. То есть называли такие размеры, что 60D. 60D, вы поймете, 60D, это вот такие, вот такие маленькие груди. Поэтому, ну, надо исправить. Надо вводить, как его... Безграмотность удалять. Я, кстати, и подписала. Именно по профессиональному подбору, а? Я и так написала. Ты и так написала? Вот, да. У Алины был 70F, либо 65G. Вот. В чем особенность? Это... Да, очень сложный размер. Мы так думаем, на чем уже заказывать конкретно. Мы тоже по одной позиции не можем заказывать, потому что все. Что-то одно большимерит, что-то маломерит. Даже если мы будем заказывать конкретно под Сашу, то мы не попадаем в точку. Надо знать четко, насколько пояс в данной модели большимерит или насколько маломерит. Не все позиции мы можем на Сашу сфотографировать. Сердечки пошли. Да, либо показать, потому что не садится. То есть из 10 позиций сядет от силы 30%. Вот. Здесь вот такой крючок. В данном случае, Саше, я рекомендую, если есть возможность, одевать бюстгалтера с крючком на спине. Потому что на такой хрупкой спинке, иметь, вот резко поворачивайся, иметь такую грудь. И поближе, да? Иметь такую грудь, на самом деле, тяжело ее носить. Это дополнительная поддержка. Ты Скорб покупала у нас? Нет. Понаш. Скорб тогда размера у него не было. Потому что, да. Размера не было. Да. Вы думаете, мы что, волшебники? Не хватает нам вечно каких-то размеров. Вот посмотрите на ее спинку. Это у нас модель смузи, но это тишот бра. Пришла эта модель в двух цветах. В чисто черном, но перемычку у нее... Мы ее будем одевать или нет? Да. Вот. Это тишот бра. То есть это идеальный такой бюстгалтер, который англичане, европейцы, носят под облегающей майке. То есть здесь этот силуэт красиво очерчивается в маечках. И даже просто в футболках. Здесь гладкая чашка. И здесь не низкий станик, а здесь он более высокий, чтобы поддерживать вот эту часть с большой груди, чтобы она не вывалилась. Поэтому тишот бра на переводе, то есть это на каждый день, под нашу одежду casual. Здесь косточка есть, но она мягкая для дополнительной поддержки. У Саши такая узкая спинка, что косточка у нее уже там на задней части спины. Ну вот. Красивую девушку тут написали. Да. Да, мы сейчас снимаем. Ну тут сердечки периодические. Рекомендую. Мы взяли большое количество. И видите, даже на такую сложную фигуру, а это, простите, для нас это реально сложная фигура. Да, она красивая, но подобрать. То есть Саша подходит к витрине, говорит, я вот это хочу, я вот это хочу, я вот это хочу. Но реально, ну практически ничего на нее нету. То есть это только панаж. Нессу носит Саша. И вот я так думаю, вот это да. И по стилю ей подойдет, и все. Мне нравится здесь, в отличие от обычного смузи, который мы торговали бежевым, вот мне нравится здесь чашка. Ну и во-первых, она более жесткая. Глубокая. Тут более такой, на каждый день вариант, мы сейчас его покажем, а этот более такой нарядный. Ну в твоем случае, я не знаю, зайдет, ты как эротический, потому что за тебя молчишь. Поменяй на другой, который гладенький, я покажу разницу. Лен. Я тут. А, давай. Вот наш хит. Хит нашей новой поставки. Я расскажу про Викторе Амора отдельно. Вообще, Кюрвикейт, это исключительно на пышных датах, так позиционироваться. Конечно, тут начинается от 65-го DD размера, от D размера. 65D это маленькая чашка. Ну то есть отшивается от чашки D, DD до чашки HH. Викторе это, ну как бы, я не знаю, как ее... Ну это основа основ марки Кюрвикейт. Чем он отличается от других моделей? В данном случае мы получили рестайлинг модели Виктори, который мы, кстати, имеем сейчас на распродаже по 1990 рублей. Этот пришел у нас по чем? По 4 уже, да? Вот, этот будет подороже, но имейте в виду у нас по 1990 в бежевом варианте, а в цвете Амора, вот в таком рестайлинге, он по 490. Чем отличается? Как видите, все сделано для того, чтобы поддержать именно тяжелую грудь. Акцент ведется не просто на большой груди, акцент делается на тяжелой груди. Чем отличается большая тяжелая грудь от большой нетяжелой груди? Прежде всего тем, что тяжелой грудью, как правило, отличаются те женщины, которые имеют взбитое телосложение, у которых не дряблый жирок, а у которых достаточно такое мощное тельце и широко, высоко посаженная грудь. Как правило, эти женщины проходят всю свою жизнь с тяжелой грудью. Даже после кормления грудью, после кормления ребенком грудью, у них, как правило, молочные железы настолько упругие, что грудь остается тяжелой даже с возраста, то есть уже в преклонном возрасте. Но и Александра, и Лена у нас представительницы большой и тяжелой груди. Ну, во-первых, они еще не кормящие мамочки. Да? Правильно? Да. Вот. Они как бы... Нет, ну я не замуж. Да. Еще даже и не мамочки. Да, поэтому, как правило, у девушек с таким телосложением, когда узкий таз и высокая большая грудь, у них, как правило, грудь тяжелая. Вот. Это мы объясняем для того, чтобы понимать, что мы ориентируемся не только на ваш размер, мы еще ориентируемся на то, как у женщин грудь. То есть потому, что у нас часть людей приходит, часть женщин приходит с обившей, с потерявшей тонус грудью. То есть она очень сильно реагирует на гормональные изменения, на кормление грудью. А есть женщины-счастливицы, на которых не действует кормление грудью, ну, не так сильно, как на определенную часть женского населения. Вот. И Кюрвикейт особую ставку делает на женщин с тяжелой грудью. Потому что тяжелая грудь и большая грудь – это двойная нагрузка на позвоночник, на спину, на поясницу и на ваш пояс бюстгальтер. Вот. Здесь сшит бюстгальтер по всем законам для поддержки тяжелой груди. Вертикальный шов – раз. Эластичная, тоненькая сеточка – два. Лента эластичная поверху для того, чтобы удерживать, вы поймите, как бы на груди с 90-м объемом и с чашкой К, А, Джей. Тут, знаете, идет такая нагрузка. Поэтому конструкторы, английские, опять-таки инженеры от Кюрвикей, они разрабатывают чашку таким образом, чтобы поддерживать именно большую грудь, в том числе, даже если отшивается на маленький размер. Дополнительно боковой подкрой, плоские швы, которые не будут выделяться под вашей облегающей одеждой. Я так думаю, в таком цветовом исполнении Аморы на большую грудь Викторий сыграет еще, можно его как нарядным использовать. Тоненькая бретель, она такая же практически тоненькая, чуть пошире и идет в большем объеме, на большие размеры. Вот, дополнительная, да? Там вопросы? Нет, нет. Дополнительная резиночка здесь, которая закрывает. И вот этот пикантный треугольник. Вот, это отличительная черта от Виктори. Вы знаете, он у всех садится, ну, то есть, как бы по-разному выглядит. Вот, он тебе здесь не давит? Нет. Вот, дело в том, что у Лены грудь высокая и тяжелая. И я в тот раз, как бы, снимала видео, делали, мы монтировали. Мы показывали, что не каждая модель, особенно модели Балканет, хорошо и удобно садятся на Лену. Но эта модель Балканет достаточно комфортна в эксплуатации. Вот, Лена уже там сходила, да? Второй раз уже я делала. То есть, ничего не давит. Мы сначала подумали, что исключительно планжер будут в данном случае, при данном типе груди работать. То есть, комфортно себя чувствовать. Но получается, что Виктори с его классической формой Балканет при близко посаженной и высокой груди тоже подходит. Вот, эту модель мы рекомендуем. Вот именно такой в более нарядном варианте, чем Виктори в беже. Мы рекомендуем для женщин, она у нас пришла в большом размерном ряде до 85-го объема и до последней чашки. То есть, мы взяли весь размерный ряд. Одевайся. Здравствуйте, я пропустила. Уже были на второй размер и широко расставленную грудь. Вопрос такой. Нет, у нас сегодня тема на большую грудь и ротика, и новый приход от Кервикейт и Скантили. Вот, на эту тему. Саш, подойди сюда. Вот ее подальше сними, чтобы она... И покрутись немножко. Эту модель любит молодежь. Вот, мы ее продавали в бежнем цвете очень много. У Сутося. Она имеет дополнительный крючок. Вот, и для тех женщин, которые даже... Ну, покупают не только за то, что там гладкая чашка или хорошо грудь сидит, а из-за того, чтобы просто приобрести бюстгальтер с крючком. Вот. И посмотрите, да, здесь узкий пояс, но пышногрудые девушки и женщины, мы обращаемся к вам. Мы заказали его в большем-большом размерном ряде, и по опыту наших продаж, он очень хорошо садится и не скручивается на полненьких женщин. То есть, эта модель достаточно хороша и для женщин и девушек плюс сайс. Здесь гладкая чашка, в отличие от той первой, которая немножко поблескивала в сером цвете. Здесь имеется... Это модель планш для красивого вашего дегольте. И перемычка здесь низкая. У Саши упругая грудь, она не будет тут выскакивать, но оцените свои возможности. То есть, грудь, если очень мягкая и потерявшая тонус, особенно девушки к нам приходят после кормления, сразу после кормления подбирать себе белье, то мы рекомендуем предыдущую модель Тишот Бра. Вам с ней будет комфортнее, потому что она и будет держать больше, у нее перемычка здесь больше станет. Она и держать будет. Когда вы будете за ребенком наклоняться, то тогда грудь не будет выскакивать, пока вы будете делать всякие там тело-собъемы движения. Я сказала, я не поняла, что ты там пока... Более закрытой чашкой хотела просто это добавить в предыдущей модельке. Да, более закрытая, да. Но это центрирует грудь хорошо, поэтому ты молодишь по типу Саши. Почему мне ее не предлагают? Ну, мы тебе ее предложим не сфотографировать и купить, например. То есть, вот так вот, да, есть модели фотографировать, а есть модели купить. Ну, ты понимаешь, не все же садится на Сашу. Чего села мы показываем на ней, она тебе больше садится. Ну вот. Это любят модели. Модель любит молодежь, потому что она создает вот эту... Я знаю определенную, то есть, определенную категорию девушек, женщин, которые хотят сильно центрированную грудь. Вот это модель для того, чтобы сильно центрировать вашу грудь. Все, Леночка, твоя очередь. Крест-накрест еще можно перестепить. Да, так же крест-накрест все работает, да. Покажи сразу, как грудь соединился. Вот, видите? Это сразу другой фасон. Пошли. А мы... А, еще старлайк мы не показывали, да? Да. Мы тут подкнем немножко каждодневного, то есть, гладкую чашку спейсер. Мы получили тоже новую до поставку. Мы торговали все лето этой моделью от Корин. Сначала мы не хотели ее убрать, а потом мы не можем от нее отказаться. Сегодня она пришла, ну, то есть, на днях она пришла у нас в винном, вот таком, в баклажановом цвете. Почему это вино? Ну, вино, нет, я не скажу, что кашан темнее. Ну, в общем, мы это... Мы дать тоники. Тут вот спрашивают, можно спросить, это какой размер, я так полагаю, это предыдущий был по поводу Саши. Нет, Сашин размер не скажу, скоро будет угадай размер и сертификат будем разыгрывать на две тысячи. Не на тысячу, я не скажу Сашин размер, но там очень сложный размер, так что будьте внимательны. Прежде чем выставить Сашу на розыгрыш, я... Приходите к нам, посмотрите, до какого у нас размера. Да, посмотрите, приходите, зайдите к нам на склад, вот, посмотрите, до какого размера у нас пизгалтера, вы таких, наверное, и не видели, но есть только в интернете. Вот, это первое. И второе, я проведу серию, наверное, сторисов, либо постов, где реально объясню, что чашка Д, это небольшая чашка, чашка Д в 65-м и чашка Д в 95-м. Это две разные вещи, то есть это вот такая и вот такая, то есть это одна и та же там. Покажи мне, например. Он бесшовный вопрос? Да, теперь про этот пизгалтер. Мы немножко отошли там в ликбез. Правильно, он бесшовный, он создает очень крупную форму, да, минимизирует ее частично, но эта чашечка необычного, как, то есть необычного материала, если мы нажмем, мы увидим, что она как губка мягкая. Это спейсер, спейсер 3D, который, который является дышащим, инновационным. Его, в принципе, придумали лет пять назад, эту чашку спейсер. Не смотрите на эти размеры. Это размеры евро, мы вработаем английской размерной сетке. Вот, чтобы вы понимали, да, этот, как его, чашка. То есть английский размер на размер меньше в чашке, чем европейский. Вот, очень рекомендуем. Мы вообще, чем, почему мы довольны этой моделью? Бежим, винным, неважно в каком цвете. Мы довольны тем, что у тех женщин, у которых грудь растет из-под мышки, она очень хорошо ее закрывает. Ну, не смеетесь, это широко расставленная грудь. Она реально ее дает. Да, Ир? Она для широко расставленной. Очень часто мы по 20 позиций мерим. И не можем на сложные фигуры, на женщины, которые резко поправляются, у них в этих местах образуется такой мягкий жирок. И этот жирок невозможно спрятать. И мы прячем эти модели определенными. То есть эту лишнюю кожу, грудь, как бы вырушу, там, река. Я не тебе делаю. Я показываю, это ты такая у нас красивая. Но не все же имеют там объем под грудью 70. И когда идет резкое увеличение веса, как правило, резкое увеличение веса сопровождается увеличением жировой ткани. А жировая ткань у нас растает у кого на попе, у кого на животике. И когда на спинке она увеличивается, мы закрываем, то есть мы улучшаем вам силуэт с помощью вот именно таких моделей. То есть она как скальпель, то есть она работает как лифтинг без скальпеля. Она реально где-то на размер уменьшит ваш силуэт. Это к слову о том, что такое чашки D. Чашка D. Чашка D небольшая. И когда говорят, у меня... У нас в Директ приходит часто запрос, у меня чашка D. А чашка D вот такая бывает. Посмотрите, какая-то грудка. Они совершенно разные, чтобы вы понимали. Вот такая разница. Вот такая разница. То есть это... Там я не знаю, ну... Как обозначить-то? Не с овех, но с мандарицами. Очень маленькая чашка. Грибфрут. А 80D. 80D, как правило, Ну, это уже там 48-й, 50-й размер одежды со средним размером груди. Давай. Пошли, Саш. Саш, пошли. Вот чашечки D. Поэтому у нас... Да. Добьем на последнее. Часть белья приходит от чашки D. И мы называем это на большую грудь. То есть в модели. Но получается, что там присутствуют вот такие маленькие размеры. В том числе, как вот в синем коко. Вот еще одна... Побежать можешь? Да. Вот еще одна модель. Это Lifestyle от Кюрби Кейт. Да, мы ее полюбили с первого момента, как только вытащили из коробки. Чем она примечательная? По-английски это называется Padded Balcon Bra. Padded Balcon Bra переводится как подставка. То есть для вашей груди. Вся суть в том, что здесь достаточно широкий боковой вот этот проем. Я не говорю о плотной сетке. Это понятное дело во всех моделях, которые работают в системе профессионального подбора. У них у всех есть... То есть пояс сделан из сетки PowerNet. Из достаточно плотной. Поэтому мы не можем работать с некоторыми латвийскими марками, потому что у них нет этой сетки. Но здесь фишка в том, что вот эта боковая часть широкая. Вот, видите? Она закрывает тоже широко расставленную грудь. Как мне сказала Стелла, эта модель не садится на близкопосаженную грудь. Если грудь широко расставленная, а это 70% женщин получается, то она очень хорошо собирает с боков. И эта модель очень будет как бы нравиться тем женщинам, которые любят поднимать грудь высоко. Посмотрите. Красивый декольте делает очень. Красивое декольте делает. То есть для ваших платьев, для... Там, где идет вот такой вырез круглый, либо треугольником, там джемпера, вот, то есть кофточки. Очень будет красиво смотреться. То есть вы увидите разницу, если оденете обычный балкон и оденете вот такой падать бра. Падать бра, он по-другому совершенно посадит вашу одежду, и ваш силуэт совершенно другой будет. Но посмотрите, узенькая спинка Саши стала еще уже. Видите, как он уменьшает силуэт. Такое впечатление, Саша, что у тебя сейчас 50 сантиметров просто под грудью. Со спинки можно посмотреть? Да, показываю со спинки. Вот. Он ей немножко велик, мы застегнули на вторую часть. Вот это сетка PowerNet, с которой работают все бренды для брафитинга. Вот. Здесь несъемные бретели, регулируются по всей длине, но они отточены мягкой тканью изнутри, потому что тоже модель сделана для того, чтобы удержать тяжелую грудь. Вот. Конечно, чашечка из трех частей, она центрирует ее и поднимает грудку. Поднимает грудку из-за того, что вот эти швы плоские сделаны, вот. Они, то есть, как выточка на платье, они приподнимают грудку. Не только каркас приподнимает, но и вот эти швы. Они все плоские, под одеждой не будут выделяться. Вот. Ну, я так думаю... Сердечки пошли. Очень часто, очень часто мы будем тоже спасаться этой моделью. В самом сложном для брафитинга случае не большая грудь, когда идет растущая на своем месте, а когда грудь даже не очень большая, а когда у нас сейчас самый сложный случай в подборе, это когда широкая спинка и грудь, смотрящая в разные стороны, вот. Либо асимметричная, плюс стоящая, смотрящая в разные стороны и широко расставленная. Я так думаю, эта позиция добавит вам... То есть, она поднимет вот эту грудь, поднимет, создастся... То есть, уменьшит силуэт где-то на размер, уменьшит вашу талию и увеличит вашу грудь. В этом случае прямо она будет как лекарство просто работать. И я так думаю, мы еще, наверное, будем самые годовые размеры, мы будем заказывать. Тут пишет, отлично сидит на Александре, и цвет черный с бордовым удачный. Ну да, он не подходит. А золотой с черным... Он даже при наклонах будет устойчиво. Золотой с черным в 2019 году он выйдет в золоте. Как вы думаете, нормально будет, если мы закажем его сразу в золоте? Или в бордо тоже заказывать? Напишите нам. А то мы уже головы иногда ломаем, что заказывать, а что не заказывать. Все же невозможно заказать. Ты сфотографируешь ее, да? Что там у нас ушли? Еще два. Давайте еще два. Бест форм. Вот у нас приехала еще Франция. Это мой выбор личный на выставке. Мы его практически заказывали вслепую. Не были уверены. Заказали чуть-чуть. Заказали в нескольких цветах. Совершенно другой стиль. Совершенно другой типаж. Совершенно другие ткани. Совершенно другая посадка. Совершенно другие ощущения. Поэтому и совершенно другие размеры. То есть Франция, конечно, не отличается той размерной сеткой, которая есть. Кюрви Кейтс, Кантелия, Венесси, Панаж. Но для ассортимента, для тех, кто ценит изысканность, стиль, комфорт и имеет средний размер груди, даже на пышечек, я так думаю, это самое то. Мы заказали в объемах 75-70, 70-70, да? 7-75-80. Но он в большей мере. Поэтому если вы приходите, говорите, дайте мне Францию на средние размеры. Мы сразу понимаем, о чем идет речь. И показываем ее. Пишет, уменьшает грудь. Это не совсем ее размер. Вы поймите, как бы у нас две девочки, а размером 160 на сегодняшний день. Вот, не совсем ее размер. Мы сегодня на Ксении фотографировали. Придется к вам ехать из Самары. Вот тоже пишет. Это 70M. Это 70M. А у нас Лена носит 70G. Вот, вы поймите, он ровно на размер ей меньше. Он просто немножко большим мере, поэтому на полразмера. Вот, он напоминает одну французскую марку, но ценим у нее до 5 тысяч. То есть, выглядит он изысканно, как на 8, на 9, говорю сразу. Вот, имеет снизу сетку плотную. И имеет резиночку, которая будет держать вашу грудь для комфорта. То есть, она как бы не будет выпрыгивать. Но швы плоские, но по всей, по всему, как бы, по всей груди идет кружево. Кружево в двух цветах. Здесь интересные бретельки. Мягенькие и прорезиненные больше, чем другие. Мне тоже, как бы, мы первый раз, то есть, я это все не заметила во время заказа. Пояс здесь очень красивый. Здесь не сетка, но здесь ткань. И состоящая из двух частей. То есть, сверху одна ткань, снизу плотная сетка. Крючочек на три крючка, но он узенький, 70F. Вот, я трусики сегодня в сториз показывала. Справили опять, да? Все, у девочки ничего нет в витрине. Я все есть как полутарно. Покажите трусики мне. Оттуда лучше торгуется. Да. У нас не все представлено в ассортименте. Хотя другие города, другие магазины, салоны с профессиональным подбором вообще не имеют моделей на витринах. От силы 5-10. Там, без галтеров. Мы предоставили такую возможность прийти вам пощупать и просто уйти, даже не вымолвив слово. У нас есть, в принципе, часть товара на витрине. Тут вопрос. Брители с силиконовыми точками? Нет, без силиконовых. Нет. Вот такие трусики. Вот такие трусики. Шикарные. Вся попа будет в кружеве. Мы будем их снимать. Вот. Переливается ткань. Ну, дорого. Дорого. Точнее, богато, но недорого. То есть, это не сумасшедших денег стоит, но это... То есть, трусики стоят 2 600, а бюстгальтер 4 600 стоит. Вот. Они также идут бразилианками. С вертикальным швом. Два вида. Но их немного. Мы побоялись взять Францию в большом количестве. Потому что размерный ряд не наш. То есть, мы уже привыкли от пахау, так отпахау. Большемерит там эти обхваты. Да, большемерит. И большемерит объем, но чашка не большемерит. Нет, чашка. Чашка размеру-размер. Вот. Страпись. Отделку, Пашка, ничего не видно. Да? Видите, как она увеситровалась? Чувак, что ничего не видно? А грудь твоя? Да. Иди, пейте, покажись. Какие вещи надо носить на работу, чтобы потом... Вот, видите, разве скажете, что у нее такое? Вот, видите. Ну, конечно, если вы так скрываете. Конечно, естественно. Вот. Но работа к другому не похожа. Ну, да. На работу в Великобритании вообще не разрешают одевать белье, которое кружевное, которое имеет кружевную чашку. Исключительно бежевое, гладкое белье. Это у них такой дресс-код. Вот. Сейчас мы покажем еще одну модель. А у нас с Deluxe на ком будет? Deluxe у нас не получается. Не получается? Да-да, дайте мне. Да. Вот видите, одну модель мы не можем вообще ни на кого посадить из двух девочек. Вот он еще. А оденьте в Underbrew Strapless. А мы ей что-то уже не можем? А большой, не можем, да? Самый большой размер. Вот тоже Strapless пришел. Я показываю. Чашечка, состоящая из трех частей. И отстегиваются бретели. Это на безбретелищная модель на пышных дам. То есть мы взяли, тут имеется дополнительно силиконовая лента для того, чтобы фиксировала вашу грудь на месте. Вот он в большом размере. То есть женщины, которые просили бюстгальтер без бретели на большую грудь, то есть на большой размер одежды. 54-52, да? На 56 уже не пойдет? На 56 размер одежды не пойдет, до 54 пойдет. Вот эта модель. Мы ее теперь будем иметь всегда так же, как и Strapless. Но мы еще получим ее в светлом цвете. Люкс называется. Там такая же чашка, но без кружева. Иди сюда. Показывай. Вот так. Подними ее руками. Да, подними. Вот. Вот Strapless на воде. Не, не так. Ну, снизу как-то покажи. Вот это Strapless до размера 85. И это до 85? До 90. До 90 объема. То есть девушки. Кто спрашивал у нас? До 90 объема пришел Strapless. Но вы можете его носить на каждый день с отстегивающей бретелькой. Здесь бретелей нет вообще. И не просите. Это уникальная конструкция чашки с ладошкой сбоку, которая собирает вашу грудь. И садится до чашки H. Вот. Ну, конечно, не в 100% случаях в том числе. Вот. Здесь просиликоненный слой имеется, который при нагревании соприкасается с вашей кожей и дополнительно фиксирует надежно пояс на теле. Попрыгай. Вам на полу как? Не может. Ничего не вылезет, надеюсь. Но здесь на полу размеры меньше, да, ей? А, здесь пояс большой. Да, здесь пояс большой ей чуть-чуть. Ну, в принципе, я не знаю, я 70-й, наверное, ношу. 75-й? Вот это 75-й. 75-й. Но тебе нормально так? Шанс. Ну, я рекомендую 75-й ей. Ира рекомендует 70-й. Ну, я не так затягивать люблю, как мои консультанты. Вот, я более свободна, Саша, я беру. Но, опять-таки, нас учили, что объем бюстгальтера должен быть при большой груди, вот, вот, даже не от такого, от меньшего размера. Объем бюстгальтера должен быть меньше объема под грудью на 8 см. Поэтому, когда себя замеряете, если у вас там 80, значит, вы должны носить 70-75. Если у вас 85, то вы должны носить и большая грудь, причем, то вы должны носить только 75-й объем. То есть, это законы профессионального подбора белья, для того, чтобы белье вам служило долго, для того, чтобы у вас всегда самая высокая точка груди была на расстоянии, на середине расстояния между локтем и плечом. Очень часто у меня жалуются, я тоже шью себе наряды, жалуются в ателье портнихе, что приходят в белье, в лифчике, когда грудь висит, и они выточку не могут посадить правильно на определенное. Вот это платье я тоже шила. То есть, она говорит, мы реально, то есть, постоянно мы отправляем уже к вам, мы замучились тем, что у всех грудь висит, и мы шить не можем платье из-за этого правильно. Вот, поэтому, когда вы шьете себе наряды, то шейте только в правильном бюстгалтере, и снимайте мерки в правильном бюстгалтере, для того, чтобы выточка платья, либо блузки у вас была ровно на том месте, где должна находиться выточка. Все, дорогая, мы тебя будем снимать профессионально в этом, ты будешь у нас прыгать. Ты согласна? Так, тут пишет, да, надо устроить уикенд спорта. Так, я, наверное, все вам рассказала. Вот, ой, у нас тут иногородние, Самара ближе в Саратов, чем мне из Волгограда. Так, вопросы ко мне есть? Я сейчас прочитаю все. Нет, вроде нету. Вот, поэтому, что еще хочется сказать? Мы еще ждем поставку, но теперь Франция. У нас скоро придут красивые трусики, у нас скоро придут два вида купальников. Ну, как скоро? Дня, наверное, через 3-5 максимум. Вот, мы скоро готовим еще одну фотосессию с новым бельем, потому что вы, как видите, в Инстаграме у нас красивые девочки. Но это не модели, это наши, поэтому приглашаем, в принципе, всех попробовать себя в этой роли. И я сегодня в сторис кинула клич, мне нужны пышечки с небольшой грудью. Поэтому, если у кого в Саратове есть такие знакомые, пожалуйста, кликните им, чтобы они пришли, записались ко мне лично на встречу. Вот, я очень буду рада всем, потому что все типы фигуры мне интересны. Мы с каждым днем, с каждой новой примеркой для себя открываем новые фигуры и новые посадки. Этому всему невозможно научиться. Этому всему мы учимся в том числе в процессе за столько лет работы, в том числе и в процессе в примерках. Сертификат до какого времени можно использовать? Ровно месяц с того момента, как вы его поменяли. Кто выиграл в конкурсе 1000 рублей? Я в сторис прописала, не помню имя девушки, я прописала прямо ее ник. Размер подскажите у девушки последний. 70 G, все зависит от модели. 70, на ней страплис был 75 G. Я считаю, что 75, объем ей нормально. Объем 75А, чашка, есть, конечно. А вы уверены в своем размере? Замерьтесь, пожалуйста, на нашем калькуляторе онлайн. Вбейте туда свои основные замеры и определите размер, напишите нам. Да, на выкенд, если вы едете к нам в выходные, пожалуйста, записывайтесь лучше, потому что работают два брофитера, консультанта. Меня нет, администратора нет. И чтобы однозначно выделить за вами примерочную. Если вы, тем более, из другого города, то лучше записываться. Так, ну все вроде. Вот, я очень благодарна всем слушателям. Да, тут арабы еще есть. Ну, как же без них, на Сашу нашу. Иди, покажись нам еще. Ну, закрой их пальчиками. Не, пальчиками закрой. Вот такая красота у нас еще осталась немножко. Крутонись. Чтоб на тебя арабы не смотрели. Красиво. Вот. Правда? Да, он шикарный. Я его не мерила. Наталь, я только по будням в выходные прибегаю иногда с ребенком, иногда без нее, когда она там на занятиях. Вот. И видите, я даже месяц не вела прямые эфиры, потому что со школы была беда. Вот. И с ребенком не с кем было оставить. Так что я по будням. А если кто имеет возможность приезжать днем по поводу фотосессий, видеообзоров, то очень буду благодарна, потому что днем я по-любому здесь. Вот. Я всех вас обожаю. И как я сегодня подумала и поняла, что самое главное в нашей работе – это не белье и даже не услуга подбора. Самое главное, что я вообще женщину за этот год открыла для себя по-новому. Не саму себя в себе женщину, а вас, женщин. Вы реально все шикарные. Вы просто этого порой не замечаете. И мы даже, когда очень приходит полная женщина, недовольная собой, мы ее преображаем, мы бегаем, мы максимум внимания ей уделяем. И, как написала одна девушка у нас, как его, отзыв, она написала, что реально ты чувствуешь себя королевой. Я хочу, чтобы каждый из вас себя чувствовал королевой. Я всех целую. Спасибо. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok